И всем привет ребят, с вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и той самой теме, которая интересует на сегодняшний день всех. Сегодня мы поговорим о нашей заветной компенсации, о том, что же будет с ней в ближайшее время в нашей замечательной игре. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш по тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте молечный тег, тег, тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. На протяжении уже нескольких тройку дней, может даже недели, ежедневно мне задают безумно большое количество вопросов в виде того, будет ли компенсация за лаги и за дедосы, которые были на день рождения игры. К тому же наши дедосы никуда не пропадали и по сути они все так же остаются в нашей игре, эта проблема остается нерешенной и вопрос один. Будет ли это все дело компенсировано и выдадут ли нам за эти дедосы что-либо. При том, что до сих пор в нашей игре нет ни одной надписи о том, что у нас в игре есть какие-то вообще дедосы, есть какие-то проблемы и есть что-либо с этим связано. Единственное, что у нас появилось это поддержка игры, в которую ежедневно пишут ребята с вопросами о том, что происходит с лагами, как они решаются и будет ли за лаги компенсирована премка, еще что-либо. Потому что каждый понимает, что он например может купить премку, активировать премку и просто из-за дедосов, из-за лагов не сможет ее никак реализовать. Да, понятное дело, что дедос не постоянный, есть какие-то тайминги, когда вы можете зайти, но если дедос начинается плотный и жесткий, то у вас даже нет возможности завершить бой. То есть вы можете прогрузиться с очень-очень тяжеленными условиями, ну и потом просто вылетаете с боем, не получая из него ничего. Так вот, поддержка отвечает на сегодняшний день вот такими сообщениями, которые вы видите на своем экране. В настоящее время мы испытываем небольшие трудности с работой серверов танков онлайн. Эти сложности оказывают эффект на возможность загрузки в игру. Мы в курсе данной проблемы и прикладываем все усилия для скорейшего восстановления нормальной работы. В данный момент мы не можем прогнозировать, сколько займет устранение внеполадок, но обещаем держать вас в курсе событий. Вопросы компенсации будут рассмотрены после решения проблемы, приносим свои извинения за временные неудобства. Да, конечно, здесь все написано так, в небольших красках, конечно, да, в виде того, что там небольшие, небольшие трудности, хотя в моем понимании они не то что небольшие, они огромные, огромные трудности. Но тот факт того, что все это дело ведется и пытается решиться эта проблема, в принципе, для меня она и так была очевидна. Я был уверен в том, что Орех точно старается решить всю эту проблему, зная его подход к этой теме. Но уже в этот момент и теперь тактика немножко сменилась, да. То есть я надеюсь, что Орех больше не будет бросаться фразами по типу то, что там Дэдосер там ничего не сможет сделать и все такое, да. То есть байтить человека на как раз таки то, что он будет ломать твою игру, это, наверное, неправильное решение, в моем понимании. Да, и теперь у нас, получается, не будет выкатываться посты до тех пор, пока не будут решены проблемы. То есть если проблема данного характера, а именно Дэдоса, будет решена полностью, то тогда мы вместе с вами сможем увидеть компенсацию, да. И исходя из этих сообщений, здесь написано о том, что будет рассмотрен после решения проблемы. Один раз уже такое было и тогда компенсацию нам дали. Поэтому в этом плане я думаю, что ничего не поменяется и после таких сообщений компенсация будет. Вопрос лишь только в том, когда это дело произойдет, да, и когда решат эту проблему, да. Потому что она остается нерешенной на протяжении уже, как минимум, нескольких недель, а может быть даже уже где-то около месяца. И хотелось бы, чтобы наша игра уже начала стабильно работать. Пока, к сожалению, мы этого не видим. Есть определенные еще новости по этому поводу. Со стороны Дэдосера, который я узнал, получается, вчера, но сегодня мы о них говорить не будем. Поговорим в ближайших видосах, потому что сегодняшний видеоролик связан исключительно с компенсацией. Поэтому, если подытожить и подвести итоги тех сообщений, которые пишет нам техподдержка, можно с уверенностью сказать, что компенсация за Дэдос будет. В каком виде она будет? Я думаю, что в этот раз не будет давать большое количество танкоинов, да. Но премку, звезды и контейнеры, я думаю, что точно компенсируют, как те ресурсы, которые вы на ежедневной основе можете получить из игры, ну и те ресурсы, которые вы на постоянке тратите. То есть, в моем понимании, у меня премка горит каждый день. Звезды я могу не получать каждый день. Контейнеры я могу не получать каждый день, да. То есть, не выполнив заданки, не сыграв в бои. Ну и, соответственно, премка-то у меня на постоянной основе есть. Соответственно, за все это дело все эти ресурсы должны быть компенсированы. О танкоинах речи не идет, потому что возможность забрать ежедневные танкоины у тех ребят, которые они есть, точно была. Ну и, в целом, на сегодняшний день, я думаю, что разработчики уже поняли ошибку компенсирования именно ресурса танкоинов. Это то, что очень большое количество мультов сумели получить большое количество танкоинов. И теперь они имеют возможность участвовать с этих всех мультов в акафодах. И поэтому такой абьюз, я думаю, что уже никто делать не будет. Так что ждем компенсацию. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точки зрения и с той компенсацией, которую я предположил? Быть может, у вас есть своя точка зрения и своя компенсация. Выскажите свою позицию по этому поводу в комментариях. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также подписывайтесь на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Вся информация по стримам. Ну и лайв-контентик выходит именно там. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь. У нас с вами был Мастер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok